Бисмиллах, альхамду лиллах, салату ассаламу аля Расуллиллах, аля али и асхаби и аману аля маба. Потом по дороге уже решил что сделать? Поменять свое намерение и совершить вместе с умрой также и хадж. То есть у тебя станет какой хадж? Какой вид хаджи? Ты будешь в Харин, а твой хадж будет хадж в Кырам. Совершаешь вместе с умрой еще и хадж, то есть не выходя из Ихрама после умрой. Так вот, какое постановление данного явления? Можно так намерение поменять или нет? Говорит Накал ибн-мунзир ибн-кудама али-джма. Во-первых, ибн-мунзир и ибн-кудама передали единогласное мнение относительно того, что разрешено взять намерение также на хадж, вместе с тем, что ты взял намерение вначале только на умру, и до кана-далека кабля талафа. Если это произошло до талафа. До какого талафа? Имеется в виду талаф-ль-кудум. Ты еще не успел сделать талаф-ль-кудум. То есть ехал-ехал по дороге, еще талаф-ль-кудум не успел сделать и решил, раз уж ты до сюда добрался, вместе с умрой сделаю еще и хадж. Такое дело, говорит, разрешено или нет? Почему, брат, здесь вот это делается, вот это разделение на талаф-ль-кудум, до талаф-ль-кудум и после талаф-ль-кудум? Потому что Тавав-Уркудум является чем? Рукнул-Умра. Является столпом Умры. И некоторые из ученых запретили менять намерение или брать дополнительное намерение на Умру, еще намерение хаджер, когда ты уже сделаешь Тавав-Уркудум. Почему? Потому что сказали, все, ты уже сделал один из столпов Умры и, соответственно, ты уже вошел в этот обряд, поэтому не можешь поменять его намерение. Как если ты встанешь на обязательно на Мазу Гар, один ракат прочитаешь или какой-то столб уже сделаешь с этим намерением, потом ты не можешь поменять его, например, на намаз Аср, говорят. То же самое говорят здесь, некоторые из ученых. А до Талафа ты, говорит, еще не успел умру саму начать. То есть ты намерение взял, но действия еще не начал совершать. Ничего существенного из этого дела не совершил. Значит, во-первых, передано единогласное мнение, что если ты еще Талаф-Аркудум не совершил, то ты можешь что сделать? Поменять свое намерение. С одной лишь умры, на что на добавление к этому хаджа. Теперь отсюда к вам вопрос. Что значит не успел совершить Талаф-Аркудум? Если я совершил, допустим, 6,5 кругов, седьмой круг еще до черного камня не дошел, могу ли я поменять намерение или нет? Исходя из этого получается, что могу, потому что мой Талаф еще не завершен. Мой Талаф еще не сделан до конца. Имеется в виду до Талафа-Аркудум, то есть до его полноценного совершения. Это имеется в виду. Но если ты уже до конца совершил Талаф, то есть все 7 кругов, все сделал, вышел из Талафа, тогда в этом случае есть разногласие. Оно будет рассмотрено у нас в другом вопросе. Говорит далее Шейх Мухаммад Ибн Хизан Во-первых, необходимо указать, что этот Ижма, это единогласное мнение, не является достоверным, не является действительно установленным. Потому что те, которые считали обязательным прервать намерение Хаджа и перевести его на намерение Умры, а это кто-таки? Приверенцы второго мнения, того вопроса, который рассматривали на прошлом уроке, последним вопросом. То есть, помните, говорили, что можно ли менять намерение Хаджа на намерение Умры? Сказали в этом вопросе три мнения. Одно из этих мнений какое? Что это является не только разрешенным, это является обязательным. Это мнение кого? Шейха Албании, шейха Аладии, то есть, шейха Мухбиля, из кого? Из современных ученых. А из прошлых это мнение Спалижика Ибн Аббаса, а также Ибн Хазма, а также Ибн Укаима. Вот это ясно или нет? Так вот, говорит, они говорят, что обязательным является прервать твое намерение на один лишь Хадж и взять намерение на что? На Умру. Отсюда получается, что они запрещают в этом случае прибавлять Хадж к Умре. Они считают, что нельзя в этом случае Хадж к Умре прибавлять, но нужно сделать только Умру, а потом уже Хадж. Получится, что в этом вопросе противоречит Ибн Аббас и те, которые последовали за ним в этом мнении, как мы уже приводили ранее, то есть в прошлом вопросе. То есть в том смысле, что Ибн Аббас жил раньше, чем Ибн Музер и Ибн Кудама. Подвижник. Поэтому его мнение противоречит, или что не дает в этом вопросе состояться единогласного мнения. И более правильное мнение в этом вопросе, что это является разрешенным, но является нежелательным. Почему является нежелательным? В том смысле, что пророк, салаллаху алисаляма, приказал сделать таматту или нет? Приказал сделать хадж таматту. А здесь в этом случае, если ты к Умре прибавишь намерение Хаджа, то это будет хадж какой уже? Коран. Тебе является желательным сделать хадж какой? Таматту, а не хадж в Коран. Поэтому в данном случае мы говорим, что сделать хадж в Коран и добавить к Умре намерение Хаджа является чем? делом нежелательным, но с другой стороны разрешенным. Это касается того, кто не ведет с собой жертвенного животного. Что касается того, кто ведет с собой жертвенного животного, наоборот, ему является в данном случае желательным перевести намерение с одной лишь умры на хач. Понятно или нет? Это тафсиль в этом вопросе. Смотри, еще раз. Давай, чтобы не путаться, разберем в общем виде сначала человек на Микад, когда заехал, в Ихрам, когда входил, взял намерение совершения только умры. Хач вообще не собирался совершать. Затем до того, как завершил до конца Талафр-Кудум, еще Талафр-Кудум не успел сделать и вообще к нему даже, допустим, не приступил. Решил поменять намерение. Взять что сделать? Вместе с умры совершить еще хач. То есть сделать какой? Хач-Киран. Хач-Киран решил сделать. Мы говорим, это ему разрешается или не разрешается? Мы говорим, в этом случае смотрится. Желательно ему сделать в этом случае хач какой? Таматер. Но наш вопрос, когда мы говорим решил, кроме умры еще плюс совершить хач, имеется ввиду, не выходя из храма. Ему это разрешено или нет? Не выходя из храма, между умры и хачем. Если он собирается выйти из храма после умры, а потом сделать хач, то в этом проблем нет. Это является желательным действием, потому что в этом случае ты совершишь какой хач? Хач-Таматто. Но наш вопрос, если ты хочешь совершить хач-Киран, совершить умры плюс еще хач, не выходя из храма после умры, имеется ввиду. Вот это разрешено или нет? Здесь говорит Тавцы. Если ты с собой животных вел, то есть, когда ты делаешь умру, тебе узаконено животных вести или нет? Законено. На хач узаконено и на умру узаконено вести. Если ты повел с собой животных жертвенных, то тебе добавить хач в умры является желательным, потому что тот, который ведет жертвенных животных, ему желательно сделать хач какой? Именно Киран, а не хач-Таматто. Но если ты с собой животных не вел, то тогда мы говорим, можно тебе сделать хач в Киран или нет? Мы говорим, можно и нежелательно. Почему нежелательно? Потому что желательно тебе сделать хач-Таматто, так как ты животных не ведешь. Это понятно или нет? Все стало, иншалла, ясно. Говорит далее. Тот, который внимательно изучил вопрос относительно трех видов хаджа, которые мы разбирали в начале, в начале Китабуль-Хадж, мы разбирали вопрос, какой из трех видов хаджа является наилучшим, а также вообще, какие виды хаджа присутствуют. Говорили, бывает хадж-Ифрат, бывает хадж-Киран, бывает хадж-Тамат, то разъясняли, какой хадж как совершается и какая разница между одним и другим. Кто этот вопрос хорошо усвоил, тому эти вопросы не будут сложными для понимания. Тот, который не усвоил эти вопросы, тот ничего от этих вопросов не возьмет, кроме того, что запутается больше, чем он был запутавшимся до того, как эти вопросы начал изучать. Вот это понятно или нет? И здесь необходимо отметить, что также в конце Китабуль-Хадж мы еще разберем некоторые вопросы, которые касаются различий между Киран и между Таматой, и между Ефратой и так далее. И тот, который недопонял здесь, может быть, что сделать, поймет должным образом там, в конце Китабуль-Хадж. Там мы будем разбирать вопросы, сколько совершает Тауафа и сколько совершает Саи, тот, который совершает Хадж-Киран и совершает Хадж-Таматой, например. Так, смотри. Который совершает, давай просто для того, чтобы еще лучше облегчить понимание. Разберем этот вопрос вкратце здесь. Человек, который совершает хачтамато. Сколько он обязан совершить саи и сколько он обязан совершить талафов? Он обязан совершить 2 саи и 2 талафа. Как это понять? 1 саи и 1 талаф для румры, так или нет? Румра может быть действительно без саи и без талафа вокруг кабы или нет? И может быть талаф он должен совершить, саи должен совершить. Таир, почему? Потому что после этой румра он не остается в храме, он выходит из-за храма. Все, это как отдельное поклонение считается, а потом как отдельным поклонением совершает хач. Так, когда хач совершает, еще должен совершить один талаф и один саи. Что за один талаф и один саи он должен совершить во время хача? Талафу ли фада и после него в обязательном порядке должен совершить саи. Значит, тому, кто делает томато, в итоге у него получится сколько саи и сколько талафов. Два саи, один за умру, один за хач. И два талафа, талаф за умру и талаф и фада, за что? За хач. Теперь вопрос, а сколько талафов и сколько саи должен совершить тот, который совершает хач в Коран? В своей основе он тоже совершает два. Два талафа и два саи. То есть он же сначала умру совершает, потом просто после умра, не выходя из-за храма, он совершает что? Хач. Но его отличие от того, кто совершает томат, в чем? В том, что второй саи, второй саи, он совершать не обязан. То есть он талаф или фада, когда совершит, саи ему является ваджибом или не ваджибом, обязательно или не обязательно. Говорим здесь, он уже не обязан его совершать. Ему достаточно того саи, который он совершил, где? Во время совершения умры, тайб. Теперь, если, допустим, женщина, у него хайб, она не смогла совершить румру, не смогла совершить что? Талаф вокруг дома и не смогла совершить саи между сафа и марва. Почему? По какой причине? По причине хайда. Как мы говорили, хайд, женщина, которая у него хайд, она не имеет права совершать талаф вокруг дома. Почему? Потому что условием действительности талафа вокруг Каабы является что? Омовение, то, чтобы человек был в состоянии ритуальной чистоты. Вопрос, а почему саи не может совершить? Мы же разбирали этот вопрос. Является ли условием действительности саи омовение или нет? Говорили нет. Почему бы ей тогда талаф не совершать, пойти саи совершить? Говорим нет. Саи нельзя совершать, кроме как после талафа. То есть саи отдельно не совершается. Саи совершается с условием совершения до него талафа. То есть получится относительно женщины, у которой хайд, то что она совершает хач-кран или нет тиран, она совершает хач-кран, но ее талаф, ее саи есть или нет за умру, она совершила его или нет, в действительности она их не совершила, потому что была в состоянии ритуальной нечистоты. Но она совершила что в конце? Талафу или фала совершила, и после этого совершила саи. Так вот, пророк, когда эта ситуация произошла с Аишей, сказал ей, вот твоего одного талафа и твоего одного саи достаточно для того, чтобы тебе засчитался как хач, так и умру, потому что у тебя намерение было какого? Харин, ты совершал тиран, ты совершал и хач и умру за одно действие. Вот это, иншаллах, поняли. Это, иншаллах, понятно. Значит, в этом случае, если женщина была в хаиде и не совершила саи в начале, то есть когда совершала умру, она умру вообще не совершила, получается, потому что не могла делать талаф и, соответственно, не сделала саи. Для нее саи после талафу или фада ваджип или не ваджип является обязательным, потому что она что, не совершила его в начале? А тот, который совершил умру в начале, совершил талафу или совершил саи, для него совершать саи еще раз после талафу или фада обязательно или нет? Для него уже что? Не обязательно. Вот это разобрались или нет? Это, иншаллах, разобрались. Что касается Талафу-Львада, прощальной Талафы, его вообще здесь не нужно принять, что он никакого отношения не имеет к разнице между тираном, между чем, между томатом и так далее. Потому что Талафу-Львада является обязательным действием, но если человек его упустит, он берет за это грех, но жертвоприношение совершать не должен. Это его постановление. Оно у нас придет дальше по книге, мы будем эти вопросы изучать. Просто хотим сказать, Талафу-Львада, не нужно на нем что зациклиться, он вообще к нашему вопросу отношения не имеет. Мы только разбираемся здесь сейчас с Талафом каким? С Талафу-Льфа-Львада. Поэт говорит, дальше шейх Мухаммад им-Нухизам смотри. И довод на то, что разрешено к намерению Умры прибавить еще намерение Хач. То есть делать Хач какой? В итоге Тиран указывает на это Хадис Аиши. Относительно истории, когда у нее случился Хач. То есть когда они поехали на прощальное паломничество, в местечке Сариф у нее случился Хач. Еще до совершения Умры, до совершения Талафа, до совершения Сахи. Говорит что? И смотри, пророк приказал ей какое взять? Ихляль, какое намерение взять? Намерение Хач. Имеется в виду здесь Хач какой? Тиран. Хач Тиран имеется в виду. А потом после этого он ей. То есть Аиша, ради Аллаху, она сказал. Хад халальки мен хаджики ва умратики джамиан. Тем, что ты совершила Талафу лифада. Исаии после него. Ты что сделала? Как бы взяла награду. И вышла из их храма в Халаль с наградой и за Хач, и за Умру. Несмотря на то, что ты непосредственно Умру вначале не совершила. Из-за того, что была что? В состоянии Хайда. Говорит. Вафири Вая в одном из ревятов приходит. Южди анки талафуки бис сафа валь марва ан хаджики ва умратики. Видишь, вот это твой Талаф. То есть имеется в виду, вот это твой бег между Сафа и Марва достаточно тебе. Как за твой Хач, так и за твою Умру. Какой этот Саи имеется в виду между Сафа и Марва? Какой Саи она сделала? После Талафу лифада. Потому что первое она не делала. Не могла делать. Так как была в состоянии Хайба. Говорит. Вафири Вая в одном из ревятов приходит. Говорит, достаточно тебе твоего Талафа. Имеется в виду бега между Сафа и Марва. Здесь не нужно путать. И бег, и талаф вокруг Каабы называются иногда в шариате в контексте с Талафом. Здесь под Талафом имеется в виду бег между Сафа и Марва. Тебе говорит, достаточно твоего бега между Сафа и Марва. Как для твоего Хаджа, так и для твоей Румры. Говорит, и оба этих ревятов приходят у имама Муслима так же. Теперь к вам вопрос. А почему тогда брат Аиша совершил еще отдельную Румру потом? Помните? Приходит в этом хадисе так же. То, что Аиша сидела, плакала. Пророк, салаллаху ассалям, к ней зашел. Сказал, почему плачешь? Она сказала, потому что люди совершили Румру и хадж. А я совершила только хадж. То есть и пророк, салаллаху ассалям, приказал его брату Абдурахману вывезти ее в Таним. Что за Таним? Как мы говорили, это за границей запретной территории. Помните, рассматривали вопрос о границах запретной территории Мекки? Сказали, 7 километров от Мекки. Самая ближняя черта, на которой заканчивается запретная территория. Почему пророк, салаллаху ассалям, приказал ей выехать именно в Таним, а допустим, не в какое-то другое место? Не потому что цель сам Таним, нет. А потому что просто это самая ближняя черта. То есть зачем ездить 20 километров, если можно выехать на 7 километров? Так этот вопрос тоже у нас будет рассматриваться. Если человек хочет совершить Румру после хаджа, обязательно ли ему выезжать именно в Таним? Или можно в любое место халяль выехать? Так, за запретную территорию. Говорим, в любое место можно выехать. Но является лучшим и более предпочтительным выехать именно в Таним, потому что самое ближнее. Так, зачем тогда он приказал Абдурахману ибн Абу-Бакру, то есть брату Аиши, выехать с ней в Таним? Потом что сделать? Заново заехать? То есть взять намерение на Умру и заехать еще раз Умру сделать? Если мы говорим, что Умра и так уже засчиталась. То есть некоторые после этого, когда увидели, что Умра, Аиша, раду и Аллаху, совершила Умру заново, сказали, значит ее первая Умра недействительная. Нет, мы говорим это не из-за этого. Но просто Аиша плакала, хотела, чтобы ее действий, дел, реальных дел, было столько же, сколько у людей. То есть несмотря на то, что ей засчитался это ее действие, этот ее обряд, как за Хач, так и за Умру, она переживала за что? За то, что люди-то в реальности сделали Умру действительным делом, реальным делом. Совершили талаф, совершили саи, а она их совершила или нет? Она не совершила. Люди в действительности сколько сделали? По два талафа. Как минимум один саи, а некоторые даже два саи. А она совершила только один саи, один талаф. И хотела что сделать? Догнать людей в своих действительных действиях. И поэтому что сделала? Выехала за запретную территорию, заехала заново и сделала еще плюс в умру. Пророк, салаллаху алисаляма, приказал ей это не как в обязательном порядке, а как в чем? Просто для того, чтобы успокоить ее. Чтобы дать ей возможность совершить столько же действий, сколько сделали люди. Вот этот вопрос ясен или нет? В этом вопросе путаться не надо. Теперь дальше. Говорит, Поэтому большинство ученых считают, что если у женщины получился хайд, то она должна сделать так же, как совершила Аиша. Что она должна сделать? Должна сделать хач какой? Хач в Киран. Говорит, И она должна взять намерение хаджа к чему? К умри. И в этом вопросе противоречил Абу Ханифа Факали и сказал Такая женщина должна что сделать? Аннулировать вообще намерение на умру. И взять самостоятельное намерение только на хач. Фатаку на Муфрида. И тогда эта женщина станет той, которая совершает хач какой? Хач и Фрад. Чем отличается мнение Абу Ханифа от мнения большинства ученых здесь? То, что большинство ученых сказали, она не должна аннулировать намерение на умру. Но должна взять намерение какое? К этому намерению добавить намерение хаджа и получится общее намерение на хач какой? Киран. Абу Ханифа говорит нет. Она вообще должна аннулировать намерение на умру и взять намерение на хач и Фрад. И совершить только хач. И в итоге, по мнению Абуханифа, получится, что если женщина так поступит, что она выйдет из сезона хаджи только с награды за хадж, без умры. А по мнению большинства ученых, если женщина поступит, то она выйдет из сезона хаджи, совершив те же самые деяния. То есть ничего она лишнего не добавляет к этому, так как не может умру совершить. Но получит награды две, как за хадж, так и за умру. Поэтому лучше поступить как в соответствии с мнением большинства ученых. И это соответствует хадису А embarrassment. И проблема в чем получилась? В том, что в хадисе Аиши в одном из ревоятов от него приходит, а от ревоятов Бухарьи Муслима, то, что пророк сказал ей «Дайль умра, оставь умру». И отсюда Абу Халифа понял, что значит надо аннулировать намерение на умру полностью и оставить или взять заново намерение только на один единственный хач без умры. Но большинство ученых, как ответило на этот вопрос или на этот довод, сказали «Диан Акфар Турук Аль-Хадис Лей-Сафия Ад-Изиада». Во-первых, в большинстве иснадов или в большинстве дорог этого хадиса нет этой добавки вообще. Но даже если мы скажем, что она достоверная, а она достоверная, так или нет, приходит у Бухарьи Муслима. И то, что в большинстве иснадов ее нет, не означает, что она недостоверная. Говорит «Якуну ма'наха», но мы говорим, что это добавка достоверная, а тогда как ее понять? Какой смысл этой добавки? То есть, оставь умру, имеется в виду не оставь намерение на умру, а имеется в виду оставь действие единственной умры, одиночной умры. А возьми намерение своей умры и еще намерение хаджи. Так необходимо понимать эту добавку. Почему? И именно так понять эту добавку является обязательным. Почему? Для того, чтобы собрать этот ревоят со всеми остальными ревоятами. Почему? Потому что в других ревоятах приходит, что пророк утвердил ей умру, утвердил ей награду за умру. А разве награда может быть за обряд, на который человек не имеет намерения? Нет. Человек получает награду за обряд, только если он имел на него намерение. А раз пророк установил ей награду за этот обряд, это говорит о том, что она намерение не прекратила. А значит пророк своими словами, оставь умру, не имел ввиду, аннулируй намерение на умру. Но имел ввиду, намерение оставь, но действие не совершай. Так почему? Потому что не можешь их совершить. Говорит, дальше Ибн Кудама сказал, И то же самое, любой, который совершает хадж-таматто, и который боится упустить хадж. Что значит боится упустить хадж? То есть боится упустить стояние на Арафате, здесь имеется ввиду, потому что этим ты выпускаешь хадж. Говорит, то он аннулирует свое намерение, таматто, и берет намерение на что? Меняет то есть свое намерение, берет намерение на таран. Смотри, человек вступил в меккат с намерением какого? Хаджи. С намерением умры, то есть который совершает таматто. Какое намерение берет на меккате? Он же не берет намерение и хаджи, и умры. В этом случае он уже будет тем, карин, но он берет намерение только на умру сначала. И вообще заезжает в мекку, на чем? На намерение только умры. Заезжает, про хач как бы что? Намерение не берет. Заезжает, почему он намеренно хач не берет? Кто-то может сказать, не, ну я же знаю, что я буду после омара еще хач совершать, и в итоге у меня будет хач тамато. Мы говорим, брат, намерение в Ихрам, это не то, что ты знаешь, что ты совершишь завтра, послезавтра или через месяц. Но намерение, когда ты вступаешь в Ихрам, это когда ты берешь намерение, что ты все начал совершать в Диане. То есть, когда ты через Микад переезжаешь, и ты собираешься или знаешь, что ты совершишь хач тамато, что ты берешь намерение на что? Что ты собираешься, все, что ты начинаешь, вступаешь в начало действий румры. Ты же еще пока хадж не совершаешь, только румру будешь совершать, а потом выйдешь из ихрама. То есть этим своим ихрамом ты совершишь только что? Только румру совершишь. Потом все, этот ихрам ты аннулируешь, выйдешь из него, зайдешь заново в ихрам для того, чтобы хадж совершать. Поэтому, когда ты микад пересекаешь, ты не берешь намерение на то, что ты начинаешь или вступаешь в действие хаджа. Нет, ты берешь намерение, что ты вступаешь в действие румры, Твой храм только на умру берется сначала, если ты ему таматя. Теперь вопрос. Ибнукулама говорит, хорошо, человек так заехал через Микад. Взял намерение, что он все собирается начать и начинает действие умры. То есть собирается в итоге совершить хач какой? Таматто. В будущем. То есть хочет совершить умру, выйти из храма, потом зайти обратно в храм 8 числа. И что сделать? Уже совершить хач. Теперь вопрос говорит, он таким образом заехал. Решил совершать только умру. Начал совершать умру, заехал. Так, едет, едет. И что-то произошло. Сломался автобус или что, повредил ногу, попал в больницу, пролежал там 5-6 дней, 7 дней, неделю, 10 дней пролежал. Короче говоря, пока доехал до Мекки, пока доехал до места совершения хача, все уже день Арафата. Либо сейчас пойдет умру делать, тогда вообще хач упустит, Арафат упустит, все, Арафат заканчивается. Либо, что сделать? Ему уже надо идти только на Арафат, а умру уже он не может сделать. Тогда он какое намерение берет? Смотри, умру он уже не успевает сделать. Подобно той женщине, у которой хач случилось, не может хач сделать. Та не может, потому что у него омовения нет, находится не в состоянии ритуальной чистоты, Талаф не может делать. Раз Талаф не может делать, умру не может делать. А этот чистый, никакого хайда у мужчины нет, но он не может, просто не успевает, по времени не успевает. Тогда, говорит, он что должен сделать? Должен ли он аннулировать намерение на умру и взять намерение на отдельный хач и фрат? Нет, говорит Игнухудама. Лучше ему что сделать? Ему оставить намерение на умру, так что ты просто к ней прибавляешь хач и получишь, что ты в итоге делаешь хач в Кыран. В действительности, в реальности ты никаких действий в умру не можешь совершить, не сделал ты их, потому что не успел просто. Но награду в конце получилось и за хач, и за умру, потому что взял намерение совершить хач и умру, потому что известно, что хач в Кыран является каким? Игнухудама является узаконенным, и одним талафом и фада, и одним саяем после него, ты берешь награду как за хач, так и за умру. Понял или нет? Знаешь, как ты поступаешь, если не успеваешь? Взошел все с намерением только умру, что я буду совершать хач тамато. Потом произошло что-то по пути, не успел умру делать. Обязательно сразу надо направляться только на Арафат. Теперь, по правильному ты что должен сделать? Умру не аннулируй, чтобы не потерять награду за умру. Оставь умру и прибавь к ней просто намерение на хач, получится, что ты делаешь хач в Кыран. Говорит далее. Видишь, поэтому давай еще раз зачитаем слова Игнухудама. Говорит, «Кали Игнухудама, вакуллю мутаматтия хашья пават аль-хач, любой, кто делает хач тамато, то есть сначала собирается сделать умру, потом выйти и сделать хач заново с новым храмом, но при этом он боится, что упустит хач, что значит упустит хач, то есть упустит день Арафата, тогда он должен оставить в действительности намерение умру, добавить к нему хач, и получится, что он совершает хач в Кыран. «Ваказалик аль-мутаматтия аль-левимау л-хади, фейну лаяхиллю мин умратихи, баль югиллю биль-хач, уясыру каринан». А также тот мутаматтия. «Аль-левимау л-хади», то есть здесь уже по словам мутаматтия не имеется в виду тот, который делает тамато, именно, а тот, который делает хач в Кыран. Потому что, брат, в контекстах вот здесь путаться не надо. Важно, если ты не поймешь эти вещи, ты потом будешь постоянно путаться. В контекстах пророк, саллау аулаху л-саллау 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 Вопрос. Какое наслаждение сделали те, которые не вели с собой животных и совершили хач-тамато? В терминологическом значении. Чем они наслаждались? Наслаждались тем, что после румры вышли из храма, так и приблизились женам, использовали благовония, могли заниматься чем? Бритьем головы, подстриганием головы и тому подобные вещи. То есть не было им никаких запретов и храма между румры их и между хаджами. Несколько дней, может неделю, может быть больше, может меньше. Они наслаждались отсутствием храма на них. Поэтому они называются как мутаматтирун, те, которые наслаждались. Теперь вопрос. Акарин, его наслаждение в чем заключается? Кто скажет? Который Коран делает. В контексте тоже называется мутаматти. Что он сделал конкретно с тамато? То, что он наслаждался тем, что сделал действие только хаджа, но взял награды и за румры и за хадж. Понятно? Сделал один талаф. Сделал только один сай, но награды взял, как будто сделал и румры и хадж. Поэтому называется как мутаматти. Так вот здесь ибн Кудама говорит. Так же поступает мутаматти, у которого есть животные, который ведет с собой животных. Говорит. Он не должен выходить из своей умры. Но просто что делает? Игляль на хадж. То есть берет намерение на дополнительный хадж. И становится карин. Слова ибн Кудама можно понять таким образом. И можно их понять в терминологическом значении. Если он говорит под мутаматти, если он имеет в виду тот, который совершает хаджа, то есть человек джагин невежда не знал, вел с собой животных, но намерение взял на что? Взял на хаджа, но не знал, что если ты ведешь с собой животных, то тебе надо совершать хадж в тиран. Взял намерение на хадж-тамато. То есть что значит взял намерение на хадж-тамато? То есть замекать и взял намерение, что он собирается пока в этом храме совершить только умру. Потом приехал и ему сказали. Ты животное что ли привел с собой? Да. Так тебе не нужно хадж-тамато совершать. Тебе нужно хадж-тамато совершать. Вопрос. Что он должен сделать? Аннулирует ли он намерение на умру или нет? Нет, говорит. Он намерение на умру не аннулирует. Но что делает? Просто добавляет к нему хадж, намерение хаджа и становится тем карином. Тем, который совершает хадж-тамато. Понятно или нет? Значит смотри, вот этот вот вопрос. Значит вот эти слова Ибн Кудамы ясны или нет? По словам мутаматтия можно понять их в языковом значении у него, а можно понять в каком значении терминологическом. Если он имеет ввиду карина, то он разъясняет ситуацию. Если он имеет ввиду мутаматтия, то он разъясняет ситуацию по-своему. Так можно понять и так можно понять, никаких проблем нет в этом. Теперь знаешь, давай подведем немного итог того, что мы читали. Смотри, можно ли к намерению одиночной голой румры добавить намерение хаджа? Сказали это узаконенно, это является разрешенным. Иной раз это может быть желательным, а иной раз может быть нежелательным. Это мы разъяснили в начале урока, повторяться не будет. Теперь вопрос. Какие ты можешь себе представить ситуации, когда тебе придется к умре добавить намерение хаджа? Либо женщина, у которой хадж не смогла сделать умру, брала изначально намерение на хадж-таматто, умру сделать не смогла, меняет намерение на что? На хадж-таран. Либо человек, который не успел просто совершить умру, не может упустить день Арафата, поэтому сразу идет на Арафат. И третья ситуация. Если человек по незнанию вел с собой животных, но взял намерение на умру, то есть взял намерение на хадж-таматто, и потом ему объяснили, решил или должен поменять свое намерение, не аннулирует намерение на умру, но просто добавляет к нему намерение на хадж. Вот в этих трех ситуациях, которые у нас здесь перечислены, такой вопрос может встретиться тебе в жизни. Вот это понятно или нет? И ты, брат, можешь ошибку совершить. Если ты будешь на невежестве относительно этого вопроса, ты можешь утерять награду за умру. Люди, то есть за это, чтобы умру совершить, деньги платят по 500 долларов, кто-то по 700 долларов, кто-то по 1000 долларов, смотря с какой стороны едет, кто-то по 300 долларов. Специально деньги тратят, сколько усилий предлагают, до туда доезжают, делают умру, получают награду за умру. Здесь ты на основе просто невежества своего, так или нет, можешь упустить награду за умру, которую люди за деньги совершают. А ты уже доехал до сюда, совершишь только хач и упустишь умру. Говорит, пульту, говорит шеф Мухаммад ибн Хизан, и пришло достоверно от Ибн Умара, как это приходит у Бухария Муслима, то, что однажды он сделал ихляль на умру, то есть, смотри, пришло от Ибн Умара, у Бухария Муслима, однажды он поехал, решил поехать в хач. Дети ему сказали, люди ему сказали, подожди, сейчас идет смута, то есть в это время на земле смута была, смута Хавариджи, они были в этой местности, местности какой, Мекки и так далее. Говорит, смотри, можешь поехать, они тебе вообще хач не дадут совершить, можешь доехать, хач тебе не дадут совершить, или с тобой что-то случится. Ибн Умар сказал, что, поэт, хач не буду тогда совершать, только умру сделаю и уеду домой, потому что хач требует дни, так или нет, на Арафат идти, в Мину идти, в Муздалипу идти, туда идти, Джамарат кидать, опасно, Хавариджи кругом. Давай, я только умру сделаю, талав сделаю, сайт сделаю и обратно домой вернусь. Потом, что, когда, говорит, доехал до, если я не ошибаюсь, до Худейби, то есть до одного из мест, решил поменять намерение. Давай, поменяю намерение. Говорит, ма шану ма илла вахи. То есть, умра и хач примерно одно и то же. Если я даю до туда, сделаю талав, сделаю сахи, чего же там остается хач доделать. И что сделал? Опять добавил намерение хача на умру. Сделал какой хач в этом случае? Сделал хач тиран. Понятно ли нет? Видишь, когда, говорит, уже был по дороге, что сделал? Добавил к нему хач. Дальше. И этот азар тоже можно прибавить как довод. К чему? Хадису Аиша. О том, что разрешено добавлять намерение хача к чему? К намерению умры. Вот этот вопрос ясен или нет? Да. И теперь другой, следующий вопрос. Следующий вопрос. Вот теперь смотри, другой вопрос. А можно ли к умре прибавить намерение хача после того, как ты уже талав совершил? Какой талав ты совершил? Талав-ль-Кудум имеется в виду, так? То есть разбирали это в прошлом вопросе. Смотри, что мы разбирали в прошлом вопросе? Брат, все, что мы разбирали в прошлом вопросе, касалось ситуации, если человек еще не успел совершить талав-ль-Кудум. Почему мы сказали? Потому что в этом случае он еще не успел совершить саму умру, начать саму умру. Ни один из толков умры еще не сделал. Поэтому ему можно что сделать? Намерение хача прибавить к умре. Потому что здесь не происходит значительного изменения намерения. Но теперь другой вопрос. У ученых произошло разногласие. А если человек уже талав-ль-Кудум сделал? То есть он уже один столб румры сделал. То есть как бы с намерением только румры делает. А теперь он получается меняет намерение коренным образом. Так или румры еще прибавляет хач. То есть меняет с намерения на таматуа, меняет на кой намерение? На кран. Вместе с тем, что один из толпов того обряда, который он собирался сделать, он уже совершил. То есть как бы получается, можно ли менять намерение посередине айбады. То есть как если ты встанешь на намазор, прочитаешь сур-фатиха, один столб сделал уже. Можно поменять намерение, например, на аср. То есть ты вспомнил, подожди, я же не на Зугре стою, я же на Асре стою, и поменять на Аср, можно или нет? То есть подобный этому получился вопрос относительно хаджа. Говорит, в этом вопросе два мнения. Первое мнение, человек не имеет права такого сделать. И это мнение имама Ахмада, имама Шафия, абу Саура, Ата. Потому что ведь доводы в этом вопросе, а что за доводы в этом вопросе? Хадис Аиши, а также Асар от Ибн Умара, помните, как он до Худайби доехал? Говорит, в обоих этих доводах приходит то, что эти два сподвижника, Аиша, а также пророк, поменяли намерение еще до того, как сделали Талаф Аль-Кудук. И нет никакого довода, который бы позволял поменять намерение после Талафа Аль-Кудук. Вот этот вопрос ясен или нет? То есть за что схватились приверженцы первого мнения? Говорит Асани, теперь второе мнение. То, что это ему разрешено, и он становится кем? Тем, который совершает хадж в Киран. Это мнение имама Малика, а также Абу Ханиха. Ибн Укудама посчитал правильное мнение, какое первое. То, что не имеет уже права такого сделать. Все, если он уже успел один Рукан Талафа сделать, Рукан Румра сделать, то есть Талаф уже завершился, 7 кругов сделал, до камня дошел, пошел саидел, все, менять уже намерение. Не имеет права. Говорит Уакаль и сказал, «Валана анну шариун фид тахалюль минал Умра». Видишь, говорит, за нас, то есть в этом вопросе, то, что он уже вступил, начал уже, что делать? Тахалюль минал Умра, уже начал выходить из Умры. В каком смысле? То есть уже начал ее совершать, уже идет по пути к выходу из Умры. То есть он не по пути к Умре, а он уже по пути к чему? К выходу из Умры. Разница, говорит, есть или нет? Говорит, есть. То ему, говорит, здесь уже что? Не разрешено заводить намерение хаджа к Умре, так же, как если бы он уже успел сделать саид между Сафа и Маруа. Но правильное мнение в этом вопросе какое? Правильное мнение в этом вопросе на самом деле мнение второе. То, что разрешено такое делать, даже если человек уже сделал Талаф Аль-Кудум. Почему? Какой довод на это? Довод на это не только хадис Аиши. С Аишей все понятно. Так или нет, она еще не успела была совершить Талаф Аль-Кудум из-за хайда, не смогла его сделать. Но в тех хадисах, которые разбирает хадж Аль-Вада, прощальный хадж пророка, приходит, что он приказал с подвижникам поменять намерение с хаджа на Умру. После того, как некоторые из них уже сделали, успели, говорит, сделать Талаф. Более того, успели сделать даже саи. С каким намерением они делали этот Талаф? С намерением, что они совершают хадж. И вообще не собирались совершать Умру, потому что думали, что Умра это распутство на земле. Исходя из вероубеждений, которые присутствовали еще со времен Джазилии. А пророк приказал им поменять намерение уже после того, как они Талаф Аль-Кудум и даже некоторые саи сделали. Вот это ясно или нет? Пророк сказал, тот, который не успел, или тот, который не ведет с собой животных, пусть выйдет из Умры. То есть, когда завершит Умру, выйдет из Храма, потом заново войдет в Храм. То есть, 8 числа второе. Значит, вопрос, почему мы его разбираем отдельно? Почему бы не разобрать его при разборе прошлого вопроса? Для того, чтобы показать, что в этом вопросе уже что? Разногласия уже более серьезные, нежели в вопросе прошлого. Чтобы ты умел разбирать, как со стороны фиха. Этот вопрос рассматривается с двух точных зрений. До Талаф Аль-Кудум и после Талаф Аль-Кудум. Хотя в обоих вопросах правильное мнение одинаковое. Что добавить намерение хаджа и стать тем, который совершает хадж в Коран, разрешено и узаконено. Далее, следующий вопрос. И последний вопрос на сегодня. Теперь наоборот. Можно ли к хаджу добавить умру? Как это понять? Человек, когда Микад приезжал, в Храм заходил, с каким намерением заходил, что он совершает хадж и фрат. Совершает только лишь один хадж, вообще без умры. Теперь вопрос. А можно к этому хаджу добавить после этого намерение на умру? В этом вопросе два мнения. Первое мнение. То, что это не разрешено и не действительно человек таким образом не становится тем, который совершает хадж в Коран. То есть приехал, решил совершать только хадж. Потом сказали, что ему? Сказали, упустишь награду за умру. Возьми дополнительное намерение к твоему хаджу, добавь еще намерение умры. Говорит, первое мнение в этом вопросе, то, что это не действительно и не позволяется. И это мнение имама Ахмада, а также имама Малика, Исхака, Абу Саура, Ибн Мунзир, Ибн Шафи. И в довод на запрет этого привели Асар от Али Ибн Абиталиба, как это приходит в Сунане Аль-Байхаке, то, что он дал такую фетлу. Фетлу о том, что это запрещено. Вот и в Снаде Раджулин. Говорит, но в Снаде этого сообщения человек, про которого говорят, или которого зовут Абу Наср Аль-Азди, Мажюлюль-Хал, положение которого неизвестно. Кал Ибн Кудама, сказал Ибн Кудама, А также потому, что добавление умры к хаджу, говорит, не добавляет ему никакой пользы, кроме того, что он имел сначала. То есть, все равно он будет совершать только один сай и один тавав. А Сани говорит второе, Ясих, второе мнение о том, что это позволяется. И это мнение посчитал правильным шейх Ибн Усаймин. И привел в довод хадис Умара и Хаттаба у имама Аль-Бухари. А на Джибриле قال ли иннаби, салаллаху алисаляма, о том, что Джибрил, алейсалам, сказал пророку, салаллаху алисаляма, Салли фиаду али-вади аль-Мубарак, соверши намаз в этом благословенном вади, то есть в этой благословенной долине. И скажи, Румра в хаджи. То есть, как это понять? То есть, имеется ввиду, что в начале пророк, салаллаху алисаляма, вышел только для того, чтобы совершать хадж. То есть, вообще, в действительности, пророк, салаллаху алисалям, и сподвижники в начале своего дела, когда выходили из Медины и направляли в сторону Мекки, они собирались совершить только что? Вообще, все собирались только хадж совершать. Про Умра вообще никто не думал. Ни Киран, ни Таматту, все собирались совершить только хадж и фрат. И известно было в Джигилии только вот это, только хадж, какой и фрат. А потом, видишь, пришел, говорит Джибрил, алисалям, пророку, салаллаху алисаляма, а это у Бухари, и сказал ему, что скажи, Румра вместе с хаджем. То есть, имеется ввиду, добавляю к моему намерению совершать только хадж, Румру, и становлюсь тем, соответственно, Карином, тем, который совершает хадж в Киран. Ваказали кафаинна сахаба, хараджу минальмадина вала ярауна, илла анна уль хадж. Также, говорит, исподвижники выехали из Медины и имели намерение только совершить хадж. То есть, почему? Потому что вообще о Умре никто не думал. Почему о Умре никто не думал? Что считали Умру, совершение ее в месяце хаджа, шавуаль, зулкада и зулхиджа, вообще распустом на земле. Говорит, фаламма хадиму макката, амран набию, салаллаху алисаляма, ман ламекун мау хади, а нефсаха и ла Умра. Когда они доехали до Мекки, пророк, салаллаху алисаляма, приказал тем, у которого не было жертвовано животного, аннулировать это намерение, в том смысле, что совершить только Умру пока, а потом уже сделать хадж, то есть, сделать, что получается, хадж, там а то. Так или нет? Смотри, обрати внимание, когда это произошло, когда они доехали уже до Мекки, говорит, добрались до Мекки, то есть, уже все, Меккат уже пересекли, с намерением совершения только хаджа. Говорит, у амран кана мау хади, а нефкал али храме. А тем, у кого был хади, то есть, были с собой жертвы и животные, пророк, салаллаху алисаляма, что приказал? Остаться в их храме. И завести Умру к хаджу, то есть, взять намерение еще дополнительно Умру к хаджу. И этим самым, такие сподвижники стали кем? Так же, как и пророк, салаллаху алисаляма, совершающими хадж к Ирану. Произошло уже после Мекката, так или нет? Уже когда доехали до Мекки. А Меккат, жители Медины, где? Гораздо раньше этого. Зульхулейфи говорит, у азал коль акраб, в Аллаху алисалям. Поэтому это мнение является более близким к истине, в Аллаху алисалям. Значит, правильное мнение какое? То, что если человек решил совершить только один лишь хадж, хадж Ифрат, и с таким намерением пересек Меккат, именно с таким намерением зашел в Храм, может ли он после этого добавить Умру к хаджу или нет? Может добавить Умру к хаджу и станет кем? Станет Карином, тем, который совершает хадж в Иран. Но если он с собой животных не ведет, то ему этого делать нежелательно. Желательно ему что сделать? Наоборот, аннулировать намерение хаджа и взять намерение только на Умру. А хадж уже потом. И стать кем? Мутаматтям. Значит, вот этот наш вопрос. Польза от него для кого? Для того, который ведет собой животных. Взял намерение только на хадж какой? Ифрат. Потом узнал, что он, оказывается, может еще за один хадж, за одни и те же действия, взять еще и награду Умры. И, соответственно, что сделать? Поменять намерение. И поменял намерение в том смысле, что добавил к нему еще совершение Умры. Правда, важность этого вопроса еще в чем может выделяться? В том, что некоторые из ученых, хоть это мнение является менее правильным, говорят то, что человек обязан один раз в жизни совершить Умру. Совершить Умру. Правильное мнение, что Умры не является обязательностью один раз в жизни. Один раз в жизни обязан человек совершить только хадж. Умры не является ваджбом. Но представив мнение тех, которые говорят, что это ваджб, облегчение для этого человека или нет, зашел совершать только хадж. Потом ему сказали, ты еще и Умру один раз в жизни должен совершить. Потом, на следующий год или когда-нибудь после хаджа, ты должен будешь еще и Умру совершать. А он, оказывается, может что делать? Добавить умру хаджу, тем более ведет с собой жертву на животное. Делает таким образом, и что делать за одни и те же действия, получая две награды, хаджа и умры. И что касается этого, то на этом у нас закончились вопросы, которые касаются чего? Всего, что делается до непосредственных действий, до хаджи. Со следующего урока, иншаллах, приступаем к самим непосредственным действиям уже хаджи. То есть восьмой день Зульхиджа, день Таруя, вступление в Ихрам для хаджи и тому подобное. То есть он не по пути к умре, а он уже по пути к чему? К выходу из умры. Разница, говорит, есть или нет? Говорит, есть. То ему, говорит, здесь уже что? Не разрешено заводить намерение хаджи к умре, так же, как если бы он уже успел сделать саид между сафа и марва. Но правильное мнение в этом вопросе какое? Правильное мнение в этом вопросе на самом деле мнение второе. То, что разрешено такое делать, даже если человек уже сделал таваф аль-Кудум. Почему? Какой довод на это? Довод на это не только хадис Аиши. С Аишей все понятно. Так или нет, она еще не успела была совершить таваф аль-Кудум из-за хайда. Не смогла его сделать. Но в тех хадисах, которые разбирают хадж аль-Вада, прощальный хадж пророка, салаллаху али-всалям, приходит, что он приказал с подвижником что сделать? Приказал с подвижником поменять намерение с хаджа на умру. После того, как некоторые из них уже сделали, успели, говорит, сделать таваф. Более того, успели сделать даже саи. С каким намерением они делали этот таваф? С намерением, что они совершают хадж. И вообще не собирались совершать умру, потому что думали, что умру это распутство на земле. Исходя из вероубеждений, которые присутствовали еще со времен джи-ли. А пророк, салаллаху али-всалям, приказал им поменять намерение уже после того, как они таваф аль-худум и даже некоторые саи сделали. Вот это ясно или нет? Пророк, салаллаху али-всалям, и сказал, тот, который не успел, или тот, который не ведет с собой животных, пусть выйдет из умры. То есть, когда завершит умру, выйдет из храма, потом заново войдет в храм. То есть, 8-го числа второе. Значит, вопрос, почему мы его разбираем отдельно? Почему бы не разобрать его при разборе прошлого вопроса? Для того, чтобы показать, что в этом вопросе уже что? Разногласия уже более серьезные, нежели в вопросе в прошлом. Чтобы ты умел разбирать, как со стороны фиха этот вопрос рассматривается с двух точных зрений. До таваф аль-худум и после таваф аль-худум. Хотя в обоих вопросах правильное мнение одинаковое. Что добавить намерение хаджа и стать тем, который совершает хадж в Коран, разрешено и узаконено. Далее, следующий вопрос. И последний вопрос на сегодня. Теперь наоборот. Можно ли к хаджу добавить румру? Как это понять? Человек, когда Микад приезжал, на храм заходил, с каким намерением заходил? Что он завершает? Совершает хадж и фрат. Совершает только лишь один хадж, вообще без румры. Теперь вопрос. А можно к этому хаджу добавить после этого намерение на румру? В этом вопросе два мнения. Первое мнение. То, что это не разрешено и недействительный человек таким образом не становится тем, который совершает хадж в Коран. То есть приехал, решил совершать только хадж. Потом сказали, что ему? Сказали, упустишь награду за румру. Возьми дополнительное намерение к твоему хаджу, добавь еще намерение румры. Говорит, первое мнение в этом вопросе, то, что это недействительное не позволяется. И это мнение имама Ахмада, а также имама Малика, Исхака, Абу-Саура, Ибн-Музир, Ибн-Шафи. И в довод на запрет этого привели асар от Али-Ибн-Абиталиба, как это приходит в Суннане Аль-Байхаке, то, что он дал такую фетву. Фетву о том, что это запрещено. Вот в веснаде этого сообщения человек, про которого говорят, или которого зовут Абу-Наср Аль-Азди. Маджул-Уль-Хал, положение которого неизвестно. Кал-Ибн-Кудама, сказал Ибн-Кудама, А также потому, что добавление умры к хаджу, говорит, не добавляет ему никакой пользы, кроме того, что он имел сначала. То есть, все равно он будет совершать только один сай и один тавав. Ас-Саней говорит второе, Ясих, второе мнение о том, что это позволяется. И это мнение посчитал правильным шейх Ибн-Усаймин. И привел до хадис Умара-Ин-Хаттаба у имама Аль-Бухари. Ан-Наджибрилля кали линнаби, салаллаху алисаляма, о том, что Джибрил, алейсалям, сказал пророку, салаллаху алисаляма, Салли фиад-эль-Вади аль-Мубарак, соверши намаз в этом благословенном вади, то есть, в этой благословенной долине. И скажи, румра в хаджи. То есть, как это понять? То есть, имеется ввиду, что в начале пророк, салаллаху алисаляма, вышел только для того, чтобы совершать хадж. То есть, вообще, в действительности, пророк, салаллаху алисалям, и сподвижники в начале своего дела, когда выходили из Медины и направляли в сторону Мекки, они собирались совершить только что? Вообще, все собирались только хадж совершать. Правоумра вообще никто не думал. Ни Киран, ни Таматто, все собирались совершить только хадж и фрат. И известно было в Джигилии только вот это. Только хадж какой? И фрат. А потом, видишь, пришел, говорит, Джибрил, пророку, а это у Бухари, и сказал ему, что скажи, умра вместе с хаджем, то есть имеется ввиду, добавляю к моему намерению совершать только хадж, умру, и становлюсь тем, соответственно, карином, тем, который совершает хадж в Коран. Также, говорит, исподвижники выехали из Медины и имели намерение только совершить хадж. То есть, почему? Потому что вообще о умре никто не думал. Почему о умре никто не думал? Что считали умру, совершение ее в месяце хаджа, шаваль, зулкада и зулхиджа, и вообще распутся на земле. Говорит, когда они доехали до Мекки, пророк, салаллаху, приказал тем, у которого не было жертвовного животного, аннулировать это намерение, в том смысле, что совершить только умру пока, а потом уже сделать хадж. То есть, сделать, что получается, хадж, там а то. Так или нет? Смотри, обрати внимание, когда это произошло, когда они доехали уже до Мекки, говорит, добрались до Мекки, то есть, уже все, меккад уже пересекли с намерением совершения только хаджа. Говорит, у аманкана, мао хади, амьятка ала-ихрамы. А тем, у кого был хади, то есть, были с собой жертвы на животные, пророк, салаллаху, что приказал? Остаться в их храме. И завести умру к хаджу, то есть, взять намерение еще дополнительно умру к хаджу. И этим самым такие сводвижники стали кем? Так же, как и пророк, салаллаху, совершающими хадж к Иран. Произошло уже после меккада, так или нет? Уже когда доехали до Мекки. А меккад, жители Медины, где? Гораздо раньше этого. Зульхулейхи. Говорит, у азал коль акраб, в Аллаху алим. Поэтому это мнение является более близким к истине, в Аллаху алим. Значит, правильное мнение какое? То, что если человек решил совершить только один лишь хадж, хадж и фрат, и с таким намерением пересек меккад, именно с таким намерением зашел в храм. Может ли он после этого добавить умру к хаджу или нет? Может добавить умру к хаджу и станет кем? Станет карином, тем, который совершает хадж в Иран. Но если он с собой животных не ведет, то ему этого делать нежелательно. Желательно ему что сделать? Наоборот, аннулировать намерение хаджа и взять намерение только на умру, а хадж уже потом. И стать кем? Мутаматтиам. Значит, вот этот наш вопрос, польза от него для кого? Для того, который ведет собой животных. Взял намерение только на хадж какой? Ифрат, потом узнал, что он оказывается может еще за один хадж, за одни и те же действия, взять еще и награду умры. И, соответственно, что сделать? Поменять намерение. И поменял намерение, в том смысле, что добавил к нему еще совершение умры. Правда, важность этого вопроса еще в чем может выделяться? В том, что некоторые из ученых, хоть это мнение является менее правильным, говорят, что человек обязан один раз в жизни совершить умру. Правильное мнение, что умра не является обязательностью один раз в жизни. Один раз в жизни обязан человек совершить только хадж. Умра не является ваджбом. Но представив мнение тех, которые говорят, что это ваджб, облегчение для этого человека или нет, зашел совершать только хадж. Потом ему сказали, ты еще и умру один раз в жизни должен совершить. Потом, на следующий год или когда-нибудь после хаджа ты должен будешь еще умру совершать. А он, оказывается, может что делать? Добавить умру хаджу, тем более ведет с собой жертву на животное. Делает таким образом, и что делать за одни и те же действия, получая две награды, хаджа и умры. И что касается этого, то на этом у нас закончились вопросы, которые касаются чего? Всего, что делается до непосредственных действий, до хаджи. Со следующего урока, иншаллах, приступаем к самим непосредственным действиям уже хаджи. То есть восьмой день Зульхиджа, день Таруя, вступление в Ихрам для хаджи и тому подобное. Субханакаллахам, амхамдик, ашадаллахилля айлянта, астахфираллаху, ауату вулы. Карином, тем, который совершает хадж, тиран. Но если он с собой животных не ведет, то ему этого делать нежелательно. Желательно ему что сделать? Наоборот, аннулировать намерение хаджа и взять намерение только на умру, а хадж уже потом. И стать кем? Мутаматя. Значит, вот этот наш вопрос, польза от него для кого? Для того, который ведет с собой животных. Взял намерение только на хадж, какой? Ихрат. Потом узнал, что он, оказывается, может еще за один хач, за одни и те же действия, взять еще и награду румры. И, соответственно, что сделать? Поменять намерение. И поменял намерение в том смысле, что добавил к нему еще совершение румры. Брат, важность этого вопроса еще в чем может выделяться? В том, что некоторые из ученых, хоть это мнение является менее правильным, говорят, что человек обязан один раз в жизни совершить румру. Правильное мнение, что румры не являются обязательностью один раз в жизни. Один раз в жизни обязан человек совершить только хач. Умру не является вадебом. Но представь мнение тех, которые говорят, что это вадеб, облегчение для этого человека или нет, зашел совершать только хадж. Потом ему сказали, что ты еще умру один из жизни должен совершить. Потом, на следующий год или когда-нибудь после хаджа, ты должен будешь еще умру совершать. А он оказывается может что делать? Добавить умру хаджу. Тем более ведет с собой жертвенное животное. Делает таким образом, что делать за одни и те же действия, получая две награды, хаджа и умру. И что касается этого, то на этом у нас закончились вопросы, которые касаются чего? Всего, что делается до непосредственных действий, до хаджи. Со следующего урока, иншаллах, приступаем к самим непосредственным действиям уже хаджи. То есть восьмой день зульхиджа, день таруя, вступление в храм для хаджи и тому подобное. Субханакаллахамабхамдик. Вопросы, которые касаются чего? Всего, что делается до непосредственных действий, до хаджи. Со следующего урока, иншаллах, приступаем к самим непосредственным действиям уже хаджи. То есть восьмой день Зульхиджа, день Таруя, вступление в храм для хаджа и тому подобное.